Спасибо большое. Очередная победа, заслуженная 2-0. Созданием голевых ситуаций тоже достаточно, как и в предыдущем матче. Опять-таки, немножко хотелось бы реализовывать пораньше, для того, чтобы получать более уверенное преимущество по ходу матча. Так, конечно, мяч, забитый на первой минуте, придает уверенности команде. И важно было дальше продолжать играть, потому что мы всегда с ребятами договариваемся, как бы матч не складывался по ходу, как говорится, игрового времени. Если забьем один, надо продолжать дальше, чтобы забивать второй. Если будут еще моменты, значит, надо реализовывать их, повышать процент реализации, для того, чтобы более уверенно себя чувствовать на протяжении всего матча. Ну, а так, конечно, благодарен команде за настрой. Мы играли этот матч через три дня на четвертый, после довольно эмоционального предыдущего матча. И сейчас тоже, естественно, важно было ребят восстановить, для того, чтобы в хорошем тонусе подойти к этому матчу. Единственное сожалению по ходу сегодняшнего матча, и по итогам сегодняшнего матча, это, конечно, травма Вани Бахара. Жаль, очень жаль, мы только-только Ваню подвели в хорошем состоянии, для того, чтобы остаток сезона во всех турнирах, в которых мы участвуем, использовать его в сильные стороны. Ну и, конечно, он сам в раздевалке находится в таком подавленном состоянии, без эмоций, понимает, что это, наверное, уже до конца сезона выбыл. А так, еще раз благодарю и команду, и болельщиков, которые сегодня в такой прохладный день, тоже, пускай их было немного, но, тем не менее, мы чувствовали их поддержку, энергетику. Благодарен болельщикам за поддержку. Музыки, вопросы? Пожалуйста. Куликов забил гол, головой севтровый этажа, очень много голов в этом сезоне, в чем секрет? Секрет, здесь, наверное, никаких секретов, просто есть командные принципы, которые мы преследуем именно в атакующих действиях, то есть наш атакующий потенциал сводится к тому, что достаточно много у нас фланговой игры. Естественно, фланговая игра подразумевает и прострелы, и подачи сланга, да, естественно, очень важно при этих технических элементах, когда хорошо выполняются передачи слангов или с полуфлангов, приходящие, уходящие от вратаря, очень важно заполнять штрафную площадь, поэтому, когда 3-4 человека находятся в штрафной площади, ну, очень важно распределение пространства в штрафной площади для того, чтобы встретиться с мячом. Сегодня Даниил отлично сработал в опережение на ближнюю, пошел и забил заслуженный гол. Наступают флота, какие-то корректировки, подготовки есть, разминки, федерировки, какие-то нюансы? Ну, корректировки нет, таких явных корректировок. Дело в том, что мы уже перешли на методику работы с точки зрения разминочной части перед каждым учебно-тренировочным занятием мы проводим профилактику, скажем так, на базе нашей в Тепле, там, где тренеры по физподготовке у нас отлично готовят команду к тому, чтобы уже на футбольное поле они выходили подготовленные к работе с мячом. Поэтому практически мы очень мало времени тратим именно на общеразвивающие разминки и подготовку мышц. То есть мы уже сейчас используем эту методику для того, чтобы ребята на футбольном поле уже были подготовлены к работе с мячом. Сергей Коксевич, как его дела после дня и дня? Вы можете ждать возвращения? Сергей два дня назад вышел в общую группу на тренировку с желанием попробовать работать в общей группе. И после разминки такой с мячами почувствовал, что не может в полную силу работать. Естественно, есть дискомфорт, поэтому сошел с тренировки. Но будем следить. Я думаю, что Сергей в Польшу, к сожалению, не поедет с нами, потому что не восстановится к матчу с Лигией. Но уже к матчу с Гродинским Неманом 11 числа мы будем ожидать его возвращения в строй.